Здравствуйте, подписчики и гости нашего канала! Вот и наступило время, когда пора задуматься о Новом Годе. Что подарить, что одеть, чем угостить друзей и близких. И мне кажется, что на третий вопрос у меня есть вам что предложить. Новый год будет годом белого металлического быка. Так давайте приготовим сегодня тематический салат. Я сегодня его буду готовить с копченостями. Вы же можете приготовить любой салат, типа оливье, чтобы он сочетался с ингредиентами, которые идут на украшение. Это в основном яйца и колбаса. Итак, я сегодня использую копченые куриные окорочка. Можно, конечно, взять и куриную грудку. Или заменить это вообще копченой колбасой. Грибы. Как свежие, так и маринованные пойдут. Маринованные огурчики. Сыр твердый любой. Лук по желанию. Куриное яйцо. И на украшение идет колбаса вареная, болгарский перчик, маслин немножко, зелень, перепелиное яйцо, ну и орешки в фисташке. Лук мелко ежем. И маринуем. Для этого добавляем немножко в него сахар, уксус 9% и немного воды. Мелко нарезаем грибы. У меня свежие шампиньоны. Окорочок. Маринованный огурец. Сыр трем на крупную терку. Грибы обжариваем в небольшом количестве растительного масла 5-6 минут. У яйца отделяем желток от белка. Белок трем на средней терке и отставляем для украшения. А желток трем прямо в салат. Грибам далее хорошо остыть. Отжимаем лишнюю влагу и добавляем к салату. Лук за это время промариновался. Освобождаем его от влаги и добавляем в салат. Теперь майонез. Все перемешиваем и наш салат с копченостями готов. Остается оформить его подачу. Выкладываем салат на тарелку и формируем его в виде головы бычка. Как будет выглядеть ваш бычок, это решать вам. Так как этот год белого быка, недаром мы оставили белочек в стороне натертым, теперь этот белок аккуратно равномерным слоем наносим сверху нашей заготовки. Скажу честно, с мордочкой мне пришлось попотеть. Видимо, скульптор из меня не очень хороший. То отрезала криво, то толсто, то некрасиво. Благо, что было из чего мне разгуляться, и я все-таки давилась то, чего хотела. Из болгарского перца вырезала рожки. Цвет, я думаю, не имеет значения, но у меня они вот такие. Дальше дело пошло быстрее. В интернете было мной подсмотрено рыжее пятнышко такое у бычка, которое я делала из фундука, потерев его на терке. Для глазок использовала перепелиное яйцо и маслину. И чтобы задобрить его, предложила ему немножечко пожевать зелени. Вот такой символ года сегодня у меня получился. Количество ингредиентов, которые я использовала для салата, оставлю внизу в описании. Напомню, что салат вы можете приготовить свой любимый. Сегодня я показала вам тематическую подачу салата к году быкам. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, счастья и будьте всегда здоровы! Кому полезно было мое видео, ставьте лайк. Вам не сложно, мне приятно. Кто еще не с нами, подписывайтесь на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить мой следующий выпуск. И жду от вас в комментариях интересные и вкусные рецепты к Новому Году или какому-либо другому празднику. Приготовлю именно по вашему рецепту и передам вам привет. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok